Привет! Сегодня мы на обзоре устройство, покупка которого, наверное, даже сможет освободить вас от армии, потому что, узнав о том, что вы его купили, вас явно признают негодным к строевой службе. Это Aston Kern Ultima или SP1000, самая их топовая флагманская модель, с соответствующим ценником в 3500 долларов. В общем-то, 380 их, по-моему, стоил столько же, но в отличие от 380, это действительно лучше по звуку и по дизайну плеер. А 380, на мой, по крайней мере, вкус звучал хуже даже, чем их 320, который стоил заметно дешевле. Я думаю, что 380 ждет уценка, и это будет их новая средняя модель, так как 320, мой любимый, сейчас уже снят с продажи и производства. Естественно, Aston Kern постарались сделать максимально, чтобы Ultima была достойна своего флагманского звания, но ценник остается, конечно, совершенно невменяемым, хотя, с другой стороны, поскольку это лучше по звуку и всему остальному устройству, то и, в общем-то, цену они могут назначать любую, все равно фанаты будут покупать. Давайте разбираться подробненько, что тут за Ultima и что она из себя представляет. Внешняя коробка ничем не выдает красоту и богатство содержимого. Обычный черный картон, спецификации напечатаны. Из интересного 2,2 вольта RMS на небалансном выходе, 3,9 на балансном. Ну и хорошие все остальные характеристики, естественно, на уровне. Но поскольку мы все-таки говорим о топовом флагманском устройстве, то так просто все это обойтись не могло, и внутри нас ждет чудо из чудес. Такая вот деревянная шкатулочка с фирменным логотипом сверху. Часть аксессуаров спрятана в крышке. Тут же предупреждение на многих языках о том, что Astalon Kern сделан данный из меди, а медь металл мягкий, поэтому гарантия не покрывает в случае царапин, а также возможное окисление. Они сделали противокоррозийное покрытие, но не гарантируют, что оно не окислится, особенно если его где-то хорошо поцарапать. Дальше сам плеер. Такой вот он. К нему вернемся позже. Тут следы того, что Astalon с керном постарались сделать максимум, чтобы избежать возможного окисления. Целых 4 пакетика вкусненького силикогеля. Самый обычный такой вот USB-C шнурочек. И вот такая вот булавка, сделанная в виде фирменного логотипа для того, чтобы извлекать microSD-карточку. Тут она тоже сделана в виде вот такого вот лоточка, модуна, который задала Apple. То есть, в целом тут все в нижней половине ожидаемо. Но у нас есть еще одна коробочка. И в ней находятся более полезные вещи. Во-первых, защитные пленки на заднюю и переднюю панель. Я их, кстати, не клеил. Чехол все-таки нормально защищает. А в случае падения, думаю, никакая пленка его не защитит. И, собственно, сам комплектный чехол. Чехол сделан фирмой TUV. Или как она называется правильно? Из искусственной кожи высокого качества. Или я даже не знаю. Там написано Vegetable Leather. Я даже не знаю, что в современных реалиях это обозначило. Есть тут разные инструкции. Гарантийный талончик. Ну, вот видите, сам чехол в целом неплохой. И по материалам, и по качеству. Но он абсолютно не гармонирует, на мой взгляд, с вот этим плеером. Абсолютно он не подходит к медному плееру. Вот этот рыжий чехольчик. Просто делайте со мной что хотите. Ну, я заказал себе уже кастомный. Когда он ко мне приедет, я про него все расскажу и покажу. Как видите, вот так вот он выглядит в чехле. В целом неплохо, но теряется все очарование медного корпуса плеера. Так что пока что я его ношу без чехла. Все равно его из дома особо выносить не предполагается. Все-таки размеры и вес делают его не самым портативным устройством. Aston Kern долго думали, из каких материалов можно сделать свой новый флагман. И решили выбрать для него вибраниум и адамантий. Шучу, конечно. Выпустили они его в двух вариантах. Из нержавеющей стали и из меди. Я долго прикидывал, что выбрать. Конечно, нержавеющая сталь все-таки практичнее. Она более устойчива к царапинам, возможным вмятинам, сколам. Но очарование вот этой вот чистой необработанной меди все-таки победило. Я решил немного пожертвовать долговечностью, возможно, потенциальной в пользу внешнего вида. Плеер очень приятно держать в руке. Он очень массивный. В принципе, это, наверное, не портативное все-таки устройство. Это, скажем так, он портативен в том плане, что его можно переносить с места на место. Но ходить с ним по улицам вряд ли кто-то будет. Ну или, по крайней мере, для него придется купить отдельную сумочку. Потому что весит он без малого 400 грамм. Очень большой. То есть экран у него 5-дюймовый, а плеер еще больше. Ну и раз уж мы говорим о размерах, давайте сравним. Вот тоже немаленький iBASA DX200. Но по фронтальной проекции он чуть-чуть уже. В основном на ширину таких вот самих выступов чуть-чуть ниже, но при этом чуть-чуть тоньше. Ну и поскольку он легче, то он все-таки чуть-чуть более карманный. Ну и, наверное, ближайший по звуку и всему остальному конкурент это PAV GOLD, который исповедует другой подход. То есть, видите, он заметно меньше, но толще. И опять же чуть-чуть легче, хотя тоже массивный. В целом вообще PAV GOLD удивительно мал для своего размера. Вернее, для своих характеристик и всего остального. Качество сборки, естественно, безупречное. В принципе, мне очень нравится асталовский дизайн. Вот эти вот все грани выступа и скоса мне нравятся больше, чем, допустим, подход от Sony, которая сделала плеер со всех сторон закругленный и с обтекаемыми формами. Экран сделан полностью вровень с передней панелью. Тут вот три традиционных кнопки для управления воспроизведением. Сверху два выхода на наушники, обычный балансный. Лоток для microSD карточек, поддерживается карта любого объема. Внутри 256 гигабайт памяти. У него, кстати, в целом очень насыщенный плеер внутри. Восьмиядерный процессор тут используется. 256 гигабайт памяти. Два AK4497 ЦАПа. В общем, по характеристикам все тут действительно на флагманском уровне. Емкий аккумулятор, который дает от 10 до 12 часов работы в среднем. USB-C с высокоскоростной, с поддержкой Quick Charge, который всего за два часа позволяет его зарядить, что тоже очень неплохо. В целом нафаршировали его по железу достойно для флагмана. Вот это вот боковое колесико для регулировки громкости. Оно же, кстати, нажимается и служит для включения-выключения питания и всего остального. Ну, в смысле, блокировки экрана. Я сначала, когда его извлек, не мог понять, как его включить. Но поскольку читать инструкции для слабаков, то через секунд 15 все-таки догадался, что на это колесико надо нажимать. На нижней панели находится сам USB-C разъем и коннекторы для периферии и док-станции от Aston Kern. Судя по тому, что тут есть вот это вот резьбовое гнездо, то, возможно, в будущем к нему будет выпущен еще и усилитель. Хотя не знаю, что это получится за монстр, но, по крайней мере, усиление, крепление усилителя тут предполагается. Задняя панель здесь покрыта карбоном, смотрится тоже достаточно эффектно. Передняя панель почти полностью экран с сенсорной кнопочкой обратно внизу. В общем, как видите, по дизайну, по внешнему виду все очень здорово. Несмотря на крупные размеры, плеер очень неплохо управляется, экран остается доступен. Небольшой перехват потребуется для доступа ко всему, но плеер остается управляем одной рукой. Для флагманской модели Aston Kern разработали новый интерфейс, новую прошивку. Внутри это также, по-прежнему, скорее всего, Android, но полностью закрытый от доступа. Тут нет никакой возможности устанавливать свои программы. Разработали они новую оболочку, и она действительно прекрасна. Тут много размытий, переходов, анимационных эффектов и всего остального. Я думаю, что позже они будут доступны и в более... Эта оболочка будет в более бюджетных сегменте, но пока это есть только для тысячного. И я думаю, во многом это благодаря восьмиядерному процессору. Посмотрите, как здорово, допустим, сделан показ текста песен. Все анимировано, все плавно. Фонкс, размытая обложка альбома еще раз. Тут на экране воспроизведения это возврат-обратно, добавление в плейлисты, просмотр подробной информации о треке, порядок воспроизведения, навигация. Вот так вот можно перематывать внутри трека. И есть две кнопки для доступа. Это показывает текущий список воспроизведения, то, что у вас в него добавлено. А это открывает медиатеку. По песням, по альбомам, артистам, жанрам, плейлистам, папкам, отдельные MQS-файлы, ваша CD-библиотека. То есть, если вы используете эту грабилку CD от Aston Kierna, она с вами тут будет доступна. Store – это, как обычно, Groovers Plus и Tidal. И доступ к настройкам. Также тут есть хороший поиск. Возможность создания плейлистов и всего остального. Сверху открывается шторка с меню. Тут тоже все ожидаемо, но, наконец-то, они подписали иконки. Wi-Fi, Bluetooth, эквалайзер, USB, режим внешний вывод звука на USB, Aston Kierna Connect, линейный выход, режим воспроизведения без пауз, блокировка колесика и настройки. Тут же регулируется яркость. На самом деле, яркость экрана очень хорошая. Под солнцем он остается, читаем. Хотя, вот тут у меня в студии под прожекторами может показаться, что он недостаточно яркий. На самом деле, экран очень неплохой. 1280 на 768 точек разрешения, 5 дюймов, с хорошими углами обзора. То есть, конечно, там не какой-нибудь 4К, ретина-экран, но все равно очень-очень неплохой для плеера. Настроек тут в целом немного, как обычно. Wi-Fi, Bluetooth. Bluetooth тут с Subtix HD. Самое высокое качество. Aston Kierna Connect. Это доступ к периферии и к сетевым хранилищам. Эквалайзер. Эквалайзер тут, конечно, чуть хуже в плане влияния на звук по сравнению с лоту, но все равно еще очень даже неплохо реализован. Хотя, в общем-то, тут я не вижу смысла выключать и крутить. Воспроизведение без паузы, линейный выход, баланс, настройки воспроизведения. Тут их много. То есть, куда добавляется новая песня, как работают при добавлении. Настройки этого grab-былки CD. Режим USB. USB-аудио он может выводить. Конверсия SPDIF. Яркость, дата и время. Имя устройства. Язык, клавиатура, питание. То есть, эти таймеры сна и всего остального обновления. В общем, тут все ожидаемо и все как обычно. В общем, прошивка очень приятная. Это лучше, наверное, то, что сейчас есть в мире портативных плееров. Все очень гладко, все очень плавно, все очень быстро, удобно. Просмотр, допустим, все песни тут с обложками. Все очень красиво, очень эффектно и очень здорово показывается. Все быстро работает. В общем, все практически безупречно, так как и должно работать. Ну и, конечно же, о звуке. Я, конечно, мог тут включить режим презентации Apple. Сказать там вау, вау, перфект, перфект, супербы и так далее. Но давайте попытаемся все-таки этот как-то формализировать. Вау и перфект. На самом деле, основное отличие плееров Astal & Kern, это вот в их такой специфической фирменной окрашенности средних частот, про которую я уже много раз говорил. Я ее называю обычно переливчатый звук. То есть, в общем-то, описать это словами тяжело, но если попытаться сделать, то это вот такое ощущение какой-то слитности, но при этом четкой очерченности всех отдельных нот и отдельных звуков. То есть, как бы это ни казалось парадоксальным, эти плееры одновременно звучат музыкально слитно, но при этом очень детально. И вот именно эта окраска, я даже не знаю, как ее описать, но если вы послушаете их плееры, то, пожалуй, вы поймете, о чем идет речь. Именно эта окраска и отличает их модели друг от друга. Иногда они с ней перебарщивают, допустим, как было с 380, и 380 получил, на мой взгляд, уже слишком слитный звук, слишком он сглаживал нюансы, то есть, с потерей детальности звучал, на мой взгляд. И другая крайность, это, допустим, АК-300, который, наоборот, был лишен этой окраски и звучал немного скучновато. То вот АК-320, мой любимец, который у меня был довольно долго, он как раз предлагал оптимальное количество этой окраски. Тут его также оптимально, но при этом делается еще больше шаг в плане нейтральности, в плане контроля, в плане натуральности, естественности и всего остального. Если пытаться это все расписывать как-то по частям, то бас тут получается чуть-чуть акцентированный, но именно правильно акцентированный, не количественно, а с помощью такой вот плотности, весомости, но при этом без перебарщивания, то есть, это как бы основа, на которой все строится. При этом бас обладает очень классным разрешением, прекрасными атаками, затуханиями, всем, что характеризует хорошую подачу. Великолепно передает текстуры, очень живо звучит. Если там какие-то низкочастотные инструменты, там, не знаю, контрабас, да, то вы слышите, как оттягивается струна, как она летит, растекает воздух, потом как она резонирует. Тут все вот эти вот части звука, вот отдельных нот, когда они, например, на хорошо записанной записи, они действительно дают невероятные вау-эффекты. При этом, скажем, другие плееры, которые сильно дешевле, они тоже вроде бы как это все отыгрывают, но при этом у них нет вот этой вот, не хватает этой целостности. Но самое забавное, что вот когда их слушаешь без сравнения, допустим, с ультимой, то это даже, наверное, не понять и не выразить. Средние частоты я уже попытался описать, но при этом плеер, скажем, умудряется соединять несоединяемое. Он достаточно нейтрален, и при этом он толерантен к некачественным записям. Вы услышите все огрехи записи, но при этом они не режут слух, не лезут на передний план, поэтому некачественные треки с ним слушать вполне можно. Хотя, наверное, это все-таки не самая оптимальная идея с ним. Примерно, как, не знаю, спорткар заливать 76-й бензином. Хотя спорткар сломается, а ультима все-таки будет играть и достаточно неплохо. Но этот плеер очень выигрывает от качественных треков, очень хороших записей, ремастеров, поэтому с ним приятно обновлять свою медиатеку, искать что-то новое и так далее. Воображаемая сцена очень большая, глубокая, широкая, с прекрасным разделением планов, с разделением инструментов. Инструменты все обладают правильными размерами, хорошо спозиционированы. В качественных наушниках их можно даже себе вообразить. Естественно, это не такой эффект, как при прослушивании на колонках, но все равно воображаемая сцена очень большая, очень объемная, очень эффектная, но при этом плеер играет именно так, как все сведено в записи. Он не пытается выдвигать что-то вперед, отодвигать назад. Все именно так, как размещено звукоинженерами. И вот верхние частоты, это, наверное, лучшие верхние частоты, и именно они меня влюбили в себя. Это вот то, на чем разница даже с 320 слышна лучше всего. Тут прекрасно сделано вот это вот разделение в АЧ. До этого плеера такие в АЧ я слышал только в хороших топовых цапах, в хороших топовых настольных комбайнах. Прекрасно сделана вот эта слоистость в АЧ, от обработка атак, затуханий, разрешения. Они очень натуральны, с множеством послезвучий, обертонов, вот этими вот всеми уходящими вдаль нотами, которые звучат очень натурально, очень естественно, придают эффект реализма всем инструментам и всему, что вы слышите. И, наверное, они еще играют свою немалую роль именно в построении большой, объемной, воображаемой сцены. Что еще про него сказать? Плеер отличается прекрасным тем, что называют темный фон. То есть, нет шума, абсолютно он тихий. И вот именно из-за этой тишины, даже с чувствительными наушниками, все ноты четко очерчены, все очень эффектно звучит, и звуки просто появляются. Из тишины звучат так, как записано, и нет никаких фоновых гулов, никаких призвуков. Поэтому это тоже то, что играет на вот эту вот эффектность подачи. Если его сравнивать, то, наверное, единственный, конечно, плеер, с которым я его могу сравнить, это вот лоту. Если их не слушать по очереди, то лоту тоже очень хорош. Он мощный, детальный, чуть-чуть агрессивный, с драйвовой подачей. Но при этом, если их начинаешь сравнивать, то становится понятно, что голд все-таки немного более накачивает эмоциями, более накачивает низкими частотами, более колки на верхних частотах. И за счет этого у него чуть-чуть звук менее естественный, хотя он очень естественный, но в сравнении все познается в сравнении. И вот именно сравнивая их друг с другом, становится понятно, что голд все-таки проигрывает, и хоть и немного, ну, конечно, не пропорционально цене, но все равно разница есть, она ощутима. И вот он такой более драйв-офф, и более агрессивный, и на таких вот сдержанных стилях особенно он, как сказать, он перебарщивает с этим драйвом, и это не всегда идет на пользу композиции. При этом, когда нужно, то Ultima тоже выдает и драйв, и энергию, но при этом только то, что заложено в запись, не добавляя ничего от себя. Хотя, как видите, допустим, разница размеров тоже немаловажным фактом является. Если говорить о подборке наушников, то тут, пожалуй, топовые затычки, это то, что к нему просто прямо показано. Многодрайверы, те же там Кайзер Энкор, Солары от Рапсодио, Андромеды. Естественно, мне больше нравится Энкор, поскольку я очень люблю подачу Энкоровскую, Кайзеровскую. Именно они для меня предлагают самый натуральный, самый такой естественный звук. Андромеда чуть-чуть сушит, тоньше, хоть и детальнее, но чуть-чуть на середине, но при этом менее телесная, и звучит не так, как я привык. Еще одно, на удивление, неплохой вариант к нему, это на самом деле периодик аудио Бериллиум. Однодрайверы динамические, очень неплохие. Они не так, может быть, хорошо выглядят, как другие топовые модели, но при этом они очень здорово звучат. У меня есть пара с измененным штекером под баланс, с рекабленной, и вот именно тут они звучат просто великолепно. Кстати, если говорить о разнице выходов, то ее тут практически нет. Если выровнять по громкости, то разница вся только в мощности, пожалуй. И если выровнять по громкости и заниматься слепым тестированием, то на самом деле разницы какой-то ощутимой между выходами нет. Поэтому это еще раз говорит о том, что усилитель тут реализован очень качественно. Так что, подводя итоги, ценник, конечно, сумасшедший, но это та цена, которую вы платите за то, чтобы получить лучший возможный звук в портативном устройстве, и в целом аналогов тут нет и близко. И сравнивать с какими-то более дешевыми плеерами нет смысла, поскольку они все хороши, но на фоне, скажем, совершенства просто хорошо это недостаточно. Так что вот такой вот хороший плеер, который будет у меня служить в роли референсного источника для будущих тестов, сравнений и всего остального. Спасибо за внимание. Продолжение следует...